Я не первый год в полиции, но даже меня потрясли нападения на Хейли и Тори. Тебе следует быть очень осторожной, пока мы не схватили этого маньяка. Обещай мне. Инспектор, я там обнаружил отпечатки обуви. Один очень чёткий. Как ты думаешь, можно сказать, что это ковбойские сапоги? Весьма похоже, сэр. Скажи экспертам, пусть спустятся и сделают слепок. Слушаюсь. Кажется, вы нашли нечто существенное. Возможно, это либо оправдает Джейка, либо докажет его вину. Я не переставал оговорить с ним, упрашивать, умолять, чтобы он не причинил мне зла. Потом он оставил меня и скрылся. Мисс Кэппл, похоже, что вы не всё указали в заявлении. Виктория сказала, что это всё. Брось, Мэйсон. Ты же юрист. Сам когда-то был окружным прокурором. Ты бы тоже не принял такое заявление. Но я бы не издевался над жертвой. Я намерен лишь уточнить подробности. Разогнать туман, так сказать. Какие тебе нужны подробности, Кейт? Тут на каждом шагу. Я умоляла, я просила. Он закричал, заорал. Но нигде не уточняется, что ты сказала, какие слова, что ответил он. Короче, мне нужно всё до точки. Ты лучше бы занялся поисками этого психопата, Кейт. Мэйсон, твоя жена только что поведала нам, что маньяк нападал на неё с ножом. У него была цель изнасиловать её. Я хотел бы знать, с помощью каких заклинаний ей удалось пробудить его благородные чувства. Мне больше нечего добавить. Позволь мне подписать заявление. Я хочу домой. Минуточку. Я задаю самый простой вопрос. Ты хочешь быстро попасть домой? Этот человек напал на меня. Я думала, он хочет убить меня. Да, но он этого не сделал. Почему? Ты не единственная, кому довелась пережить этот кошмар. Такая же участь постигла твою родственницу Хейли. Я хочу знать, не обладаешь ли ты таинственным даром заговаривать за коренелых преступников? Перестань поясничать, Кейт. Ну так что же это за слова? Виктория пока не в суде. Верно. Но я не открою уголовного дела, если она не скажет, что она скрывает. Доктор Николас! Доктор Николас, я думал, что уже сегодня утром... Удивлён? Это вовсе не доктор Николас. Какого чёрта ты здесь делаешь? Ты всегда грубил по утрам. Но я решила остаться здесь, пока не увижу превращение этого грубияна в приветливого и благовоспитанного англичанин. Боюсь, придётся долго ждать. У меня сегодня куча работы. Да, я знаю. Вам с доктором Николасом не справиться с таким объёмом работ, поэтому я и пришла. Что? Я новый лаборант. Нам придётся провести этот день вместе. Итак, нечего терять время попусту. Подожди, подожди-ка. Ты с таким энтузиазмом бросаешь себя на алтарь науки, что трудно в это поверить. Я всегда стремилась к знаниям. Ещё когда я была маленькая, меня занимал результат взаимодействия грязи и варенья с платьями Иден. Так, довольно ностальгических воспоминаний. Теперь уходи отсюда. У нас нет вакансий. А если бы и были, я бы тебя не взял. Не доверяю. Ты собираешься открыть тайну? Отстань, Кейт. Мэйсон, ты, кажется, ошибся в распределении ролей. Это ведь мой офис, и команду этот я. Тебе недолго придётся распоряжаться здесь, если ты не позволишь нам обсудить всё наедине. Но ведь ты не был на месте преступления. Если ты не уберёшься отсюда сей же минуты, я подам на тебя рапорт в коллегию адвокатов. Ладно. Если ты действительно хочешь вычислить этого парня, воздействуй на сознательность своей красавицы. Я сама отвечаю за свои слова. Ты держишься прекрасно. Ты сказала Кейту всё, что ему положено знать. Нет, ему этого недостаточно. Он не отвяжется, пока не выяснит, почему этот человек отпустил меня. Не понимаю, какой Кейт от этого прок. Неужели я не могу сказать правду? Этот человек не захотел близости с беременной женщиной. Нет необходимости говорить ему об этом. Но это же правда, Мэйсон. Это не поможет раскрытию преступления, Виктория. Вряд ли стоит объявлять о наших семейных делах. Ну да. Мы ведь собираемся превратить это в национальный праздник. Новый наследник империи Кэпвелов. Я думаю, что будет нелепо, если Кейт узнает об этом первым. Ведь до этого мы все так тщательно скрывали. Мэйсон, хотя этот ребёнок не твой, но я хотела бы, чтобы ты чувствовал себя отцом. Я чувствую. Нет, для тебя на первом месте холодные расчёты. Пойми, я жду ребёнка. Для нас наступит счастливое время. Я не хочу больше врать. Тебе больше не придётся этого делать, поверь. Нет, это затянется, если Кейт сам не докопается до правды. Он ведь начнёт звонить в больницу, требовать справки и обнаружит, что я беременна. Я уже обо всём позаботился. Вот как. Ты всё предусмотрел. Я хочу защитить тебя, Виктория. Нет. Ты пытаешься защитить семейную честь Кэпвелов. Ты не хочешь, чтобы Кейт узнал имя истинного отца ребёнка. Виктория. Это правда. Он всё может узнать. Вспомни, у него были подозрения насчёт меня и Круза. А знаешь, если бы этот человек изнасиловал меня, то шансов скрыть это было бы больше. Что с тобой? Почему ты стал таким подозрительным? Дело в том, что раньше у меня не было такого качества, но однажды в Швейцарии я встретил девушку. О, с меня достаточно душераздирающих воспоминаний. У меня всё в порядке. Я просто хочу знать, с чего это ты вдруг подрядилась в лаборанты. Джеффри, я очень способная девушка. К тому же очень скромная. Да, скромная. Я говорю о себе со слов других людей, которые находили во мне эти качества, включая и тебя. Прекрасно. Ты способная, умная, ты стройная и красивая. Вместо того, чтобы болтаться здесь, тебе следует принять участие в конкурсе «Мисс Калифорния». А я хочу отдать свой ум и энергию решению научных проблем. И для этого ты выбрала именно эту лабораторию. Знаешь, я бы не хотела нанести удар твоему самолюбию, но совершенно случайно здесь работает ещё один человек, чья деятельность высоко оценивается обществом, потому что он выдающийся учёный. А, так ты здесь из-за доктора Николаса. Я знаю, что я небольшой специалист, но в целом... Не стоит продолжать. Знаешь, я что-то не вижу на стенках твоих дипломов по микробиологии. И вообще, я добровольно согласилась участвовать в любых экспериментах доктора Николаса. У него таких добровольцев пруд пруди. Я полагаю, что у меня есть преимущество, потому что мой отец внёс благотворительный вклад на счёт университетской лаборатории. Я просто потрясён твоим личным участием в этом деле. Можешь не сомневаться, это было сделано по моему предложению. Это ещё один святочный рассказ про семейство Кэппулов. Я пропускаю это мимо ушей. Ты пропускаешь всё, что тебе не нравится. Когда-то мне казалось, что ты совсем другая, а ты такая же высокомерная, как и все твои родственники. Вы считаете, что можете купить всех и всё? Ты говоришь так, как будто я покупала голоса избирателей или финансировала вторжение в чужую страну. Ты упустил главное. Мне в этой лаборатории ничего не платят. Но ты не входишь в число сотрудников. Ну и что? Это тебя огорчает? Ничуть. Ты меня не обманешь. А что это такое? Что это ты тут прячешь? Что прячу? Вот. Что это такое? Ты хочешь повторить эксперимент Франкенштейна? Слушай, я подряжалась быть добровольным помощником, а не подопытным кроликом. Вы накануне открытия нового суперсредства от облысения. Может, оно ещё и излечивает английский акцент? Забавно. Что ты не смеёшься? У тебя не только отсутствует чувство юмора, но и с воображением не всё в порядке. Можно подумать, что ты искромётный весельчак. Ты ведь шутник от природы. Ладно. Поскольку уж ты тут, то можешь вложить свою душу в работу. Как? Вам нужны не только руки, ноги, но и душа? Ладно. Помогу. Спасибо. Извини. Ну, ничего, ничего. Это вполне безопасно. Но если ты и дальше намерена двигать науку, то тебе лучше надеть вот это. Я думала, это больничный халат. Не могу понять, где тут зад, где вперёд. Позволь, я помогу. Так. Ну, вот. Всё хорошо. Я не помню, что такого особенного сказала. Я взывала к его чувству сострадания. Допустим, по городу разгуливает человек, накидывает на головы женщин наволочки, щекочет их ножом, потом насилует, и тебе вдруг удалось вызвать у него чувство сострадания. За это полагается премия Академии наук. Кейт, у тебя есть выбор. Ты можешь принять от моей жены заявление в том виде, в каком оно есть, или порвать за ненадобностью. Мы уходим домой. Ладно. Я сейчас отдам его перепечатать. Ответь на один вопрос. Не помнишь ли ты его голос? Он говорил шёпотом, очень хрипло. Это звучало примерно так. Похоже? У тебя здорово получается, Кейт. Ладно, отправляйтесь домой. Я закончил. Привет, Мэйсон. Тори. Нам не удалось поговорить вчера. Сотрудница, которую ты прислал, была очень любезна. Поблагодари её. От моего имени. Обязательно. Весьма сожалею, что тебе пришлось пережить такой ужас. Я рад, что у тебя хватило мужества, и всё обошлось. Она обладает удивительным даром внушения. Ты знал об этом? Заткнись, Кейт. Послушайте, вам лучше уйти через чёрный ход. На улице полно репортеров. Спасибо, Круз. Такие вещи вызывают самый низменный интерес общества. Всё ещё испытываешь муки совести, Круз? Я нашёл чёткий отпечаток обуви рядом с домом Мэйсона. Слишком маленький отпечаток для ноги высокого человека. Зато это раз и навсегда может доказать, причастен ли к делу Джейк. Я пошлю людей, чтобы проверили его обувь. Это уже делается. Быстро работаешь. Я хочу, чтобы ты отправился и арестовал Джейка. Я оповестил патрульных и послал человека за ним. Нет, нет, никаких посторонних. Я хочу, чтобы ты сам отправился туда. Я оказываю эту честь тебе. Я имею слабость к симметрии. А ты уравновешиваешь весы Фемиды. Ты так долго защищал этого человека. Теперь? Арестуй его. Мне будет приятно услышать от тебя. Ты был прав, Кейт. Когда я присутствовал на свадьбе твоих родителей, я не мог даже подумать, что такая юная и прелестная особа может испытывать интерес к научным изысканиям. У нее довольно широкие интересы. От анёб до языческого искусства. Полный перечень по алфавиту. Я действительно хочу участвовать в экспериментах, доктор. Что именно тебя интересует? Мне бы хотелось заниматься тем же, что и Джеффри, поскольку мы с ним друзья. Просто польщен тем, что ты решила нам помогать. Я хочу, чтобы как можно больше молодежи участвовало в научных изысканиях. Я бы не хотела вас разочаровывать, но я начинающий микробиолог. Я уверен, что мы сработаемся. Одна из причин, по которой я здесь, заключается в том, что нам с Джеффри пришлось вместе многое пережить. И мне кажется, что он будет счастлив, если я стану помогать ему. Ведь правда, Джеффри? Правда? Я здесь работаю ассистентом доктора Николаса, и мне придется мириться с любым помощником, которого он мне назначит. Джеффри, с твоей стороны, это не совсем любезно. У меня нет возражений, чтобы друзья работали вместе. Наука – великое приключение. Когда отправляешься на поиски приключений, неплохо иметь рядом друга, на которого можно положиться. Слышишь? Именно поэтому я здесь. Мы рады приветствовать тебя. Видишь ли, я работаю над препаратом, который будет иметь для медицины огромное значение, и мне нужен самоотверженный доброволец. Он перед вами. Отлично. Твой энтузиазм потребуется через два часа. С вашего разрешения мы расстаемся до обеда. Да, конечно. Не буду мешать прогрессу. Увидимся после обеда. Договорились. Ну и что тут делала мисс Кэпвелл? А разве вы не поняли? Нет. Никто из Кэпвелов никогда не интересовался наукой. Ну, если она не ответила прямо на ваш вопрос, то я не знаю. Она ни о чем тебя не спрашивала до моего приезда. Нет, она вызвалась помогать и все. А в чем дело? Вы не хотите присутствия Кэпвелла в своей лаборатории? Я ведь живу на побережье. Я подумала, что все просто смоет в океан. Давно такой грозы не было. Передавали, что многие дороги размыты, люди были застегнуты врасплох. У тебя тоже были неприятности? Да нет, я был в горах. Во время грозы? Да. Я попросил у друга лошадь и поехал в сторону Санта-Ина. Там такая красота. Да ведь дождь хлистал, как из ведра, Джейк. Была гроза. Да, но когда стало невозможно ехать, я вместе с лошадью укрылся в пещере. Тебя видел кто-нибудь? Или ты встретил кого-то? Нет. У меня нет свидетелей. А в чем дело? Я не понимаю. Я же не собираюсь дать деру или... Вчера еще на кого-то напали? Да, снова была попытка. Даже две. Они сильно напоминают дело Хейли. Не может быть. Ты можешь назвать имя человека, который дал тебе лошадь? Как его зовут? Чарли Васкес. Он живет недалеко на ранчо. Хорошо, я проверю. Я был в горах, клянусь. Если хочешь, я снова пройду тест на детекторе лыжи. Сейчас мне важно знать, что скажет твой друг. Клянусь. 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 Миссис Мэйсон Кэпфелл прошлой ночью. После двух часов борьбы, Миссис Кэпфелл удалось ускользнуть от нападающего. Опять Кэпфелл. Они наверняка постараются припереть меня к стене. Оба эти случаи напоминают преступление, случившееся три недели назад. Тот же источник сообщает, что полиция разыскивает человека, подозреваемого в покушении. Они надеются, что он будет взят под стражу уже сегодня. Первая из двух вчерашних попыток имела место недалеко от причала, где случилось первое изнасилование. Мэйсон, я думала, ты пригласишь кого-нибудь, чтобы здесь прибрали. К сожалению, этого нельзя сделать, пока полиция не закончит работу. Понятно. Я бы хотела побыть одна. Виктория, я хочу помочь тебе. Да? А я думала, ты боишься. Вдруг я позову кого-нибудь и расскажу, что я беременна. Виктория! Мэйсон! Как ты мог заставить меня пройти через весь этот ужас вранья в офисе у Кейта? Это было для меня так горько. Он же догадался, что я что-то скрываю. Возможно, он подумал, что меня все же изнасиловали, а я не хочу, чтобы об этом узнали. А когда мы объявим о ребенке, он будет считать насильника его отцом. Виктория! Ты именно этого и хотел? Это выходит за всякие рамки. Неужели? Не я ли сидела у прокурора, битых три часа, защищая честь Кэпвелла? Ты не хочешь объявлять о ребенке, пока все не будут уверены, что отец именно ты. Я бы хотел быть его отцом, тогда мы бы избежали всей этой ерундой. Ах, вот как! Это ты называешь ерундой! Виктория, мы оба устали и расстроились. Я, кажется, пришла не вовремя, но я просто хотела узнать, как дела у Виктории. Ты будешь счастлива узнать, что она на грани срыва, и все благодаря тебе. Если бы ты не добилась, чтобы этого подонка выпустили под залог, он бы не напал на мою жену. Я теряюсь в догадках, пытаясь выяснить ваше истинное отношение к Кэпвеллу. Зачем тебе это знать? Мне казалось, что на приеме вы были столь любезны и дружелюбны с Сиси и Софией, а сейчас в ваших словах столько неприязни. Я не понимаю этого. Джеффри, вспомни избитое выражение о том, что любовь и ненависть – две стороны одной медали. Это верно? Я думаю, ты сможешь понять это. Даже лучше, чем вы думаете. Но вы говорите обощенно, как ученый. Я не думал, что это может стать темой для исследования. Вы говорили, что узнали Сиси еще до того, как в его жизни появилась София. Да, у нас Сиси давние отношения. Но если он знает о вашей враждебности, то он хорошо это скрывает. Чувствительность не присуща Сиси. Нельзя отрицать, что в прежние времена мы действительно были хорошими друзьями. Но Сиси, сам того не понимая, отнял у меня единственное существо, которое я любил. Это может оставить шрам на сердце. Это чувство мне знакомо. Неужели? Да, я испытываю Келли определенные чувства. Она не похожа на все остальное семейство. У меня такое же мнение. Ну а дальше? Но я не прощу им того, как они поступили с близким мне человеком. Вот это нас и сближает. Что? Женщина, за которую мы мстим. Мою мать? Да, Памелу. Я знаю, что Кэпфелла спокойно дали ей умереть. Привет, я заказывал билет на Ванкувер, на рейс, который вылетает в 11.10. Как ваша фамилия? Джайкобс. Наличными или картой? Наличными. И поторопитесь, пожалуйста, до вылет осталось 10 минут. Да, сэр. Я думал, что все это печатается на компьютере. Как раз сейчас он вышел из строя, сэр. Этого только не хватало. Я сделаю все очень быстро, сэр. Вообще не стоит, я передумал. Мистер Мортон, вы арестованы. Привет. Привет. Я только что была у Мейсона. Он чуть не прибил меня зверью. За что? Он просто в ярости. Объясни. Потому что он считает меня виноватой в том, что случилось с Викторией. Но это смешно. Он считает, что Виктория была бы в безопасности, если бы я не добилась освобождения Джейка под залог. Разве он точно знает, что на нее напал Джейк? Даже если бы это был он, то и не виновата. Нет. Я его адвокат и делала все, чтобы он мог воспользоваться своими правами. Включая освобождение под залог. Да. Мейсон должен это понимать. Не похоже. Таким я его еще никогда не видела. Джулия, он расстроен, и всю злость выплеснул на тебя. Лучше бы я его не видела. От ныне он навсегда вычеркнул меня из своей жизни. Мейсон мой брат, но иногда он невыносим. Хорошо еще, что он это понимает. У тебя есть о чем думать, у тебя есть новая работа. И начальник Мейсон. Скоро у тебя появится прелестный малыш, ты будешь о нем заботиться. И к черту всех, кто тебя огорчает. Не обращай на них внимания. Извини. Прости. Алло. Да, она здесь, я передам. Джейка снова арестовали. Мне сегодня не везет. До свидания. Пока. У нас есть свидетель, который видел тебя у Джулия, когда напали на Хейли. Мы нашли наволочки, у нас есть отпечатки обуви. Мы подобрали спички, на которых написано «Конюшня Абернати». Мне наплевать на то, что его подобрали. Ах да, я же забыл. Ты совершал верховую прогулку в горы и наслаждался видом разбушевавшейся стихии. Так и было. Такой алиби может придумать только шестилетний ребенок. Ты легко можешь проверить это, поговорив с Чарли Васкесом. Да, конечно. Ведь Чарли твой друг. Да. И он наверняка скажет все, что ты захочешь. Нет, он скажет правду. Предположим, что Васкес подтвердит, что ты взял у него лошадь и поехал на прогулку в горы во время грозы. Великолепно. Даже если ты поступил именно так и был в горах, у тебя было достаточно времени, чтобы спрятать лошадь и навестить квартиру Кэпвеллов. На сей раз ты ошибся во времени. До этого ты был внимательнее. Ты слишком разговариваешься с миссис Кэпвелл. Она хорошо запомнила твои слова и твой голос. Почему ты не привлечешь Гарриет Маршалл, первую пострадавшую? Почему бы тебе не устроить опознание? Им на это наплевать. Кэпвеллы решили, что я виновен. А в этом городе это равносильно приказу. Я мог бы беседовать с папой римским, но даже он не смог бы доказать мою невиновность. Пока я служу в полиции, этого не случится. Мэйсон? Он имеет право быть в курсе. Я не думаю, что тебе стоит здесь присутствовать. Мэйсон! Прекрати сейчас же! Успокойся! Очень хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Вот. Что это? Это график регистрации данных по эксперименту, которые ты будешь проводить. Когда ты закончишь, мы используем их для регистрации рефлексов людей под влиянием алкоголя. Когда мне следует начать работу? Сегодня после обеда. Я думаю, Кэлли может помочь себе в этом деле. Нам важно узнать реакцию людей в разной стадии алкогольного опьянения. Это влияет на дозу лекарства и его усвояемость. Хорошо. Когда Кэлли придет, мы сразу и начнем. Договорились. Знаете, я все время размышлял над вашими словами о том, что Кэпвеллы позволили моей матери умереть. Я знаю, что Мэйсон отказался от нее, но... Может, они сделали еще что-нибудь, о чем я не знаю? Джоффри, будучи ученым, я привык продвигаться к цели шаг за шагом. Сейчас не время обсуждать этот вопрос. Еще рано. А этот эксперимент, в котором примет участие Кэлли, в нем нет ничего опасного? Нет, нет, не стоит беспокоиться. Я наблюдал за Кэлли. Она сильно отличается от других Кэпвелов. Да. Она совсем другая. Не беспокойся, вреда для Кэлли не будет. Джейк, я не хочу, чтобы ты сдавался именно сейчас. Брось, здесь все считают меня виноватым. Ты тоже можешь присоединиться к их компании. Я собираюсь проверить твое алиби. У нас есть результаты тестирования. Нам нужно кое-что сделать. У меня нет ни единого шанса. Я хотела бы знать, какие обвинения сегодня предъявляются моему клиенту. Да брось, Джулия. Нет, нет, я серьезно. Я хочу знать, какое ему предъявлено обвинение. Появились новые улики? Да, появились и проверяются в лаборатории. Результаты скоро будут. Самое положительное в этом деле то, что я вовремя успел его арестовать. Он собирался улизнуть из страны. Не самый умный поступок. Да уж. Конечно, его алиби очень шаткая прогулка на лошади в грозу. Честно говоря, я бы принял его. Представь себе, если бы ты знала, что тебя могут обвинить в серьезном преступлении, ты бы, наверное, придумала себе алиби покруче. Да, версия очень слабая. Но я считала себя единственной идиоткой, которая способна ему поверить. Я не знаю, во что я верю, но около дома Мейсона я нашел нож. Я жду отпечатки пальцев из лаборатории. В этом его шанс. А с другой стороны, это может доказать, что мы с тобой не разбираемся в людях. Я рада, что ты на моей стороне. Я просто хочу, чтобы за решетку попал тот, кто этого заслуживает. Привет. Составляем заговор с целью спасти Джейка? Я не думаю, что это сделал Джейк. Пока вы упорствовали в своем заблуждении, он напал еще на двух женщин. Мне казалось, что из всех окружающих ты один понимаешь разницу между фактами и сопутствующими обстоятельствами. Мне кажется, на многие вопросы мы еще не ответили. А против меня вы не выдвинули обвинений? У меня нет к тебе претензий, Мейсон. Это не умаляет твоей вины. Я выполняла свою работу защитника. Ты бы сделал то же самое. Мейсон, мы работаем вместе. Ты бы сделал для клиента не меньше, чем я сделала для Джейка. Я бы не стал защищать такого подонка. Твоя самонадеянность позволила Джейку снова выйти на улицы города, поэтому он смог напасть на мою жену. В противном случае этого бы не случилось. Ты обвиняешь меня в том, что случилось с Викторией. А ведь это все равно, что обвинить тебя в том, что вместо того, чтобы быть дома, ты был у меня вчера вечером. Ты кому-нибудь сообщила об этом? Никому. Никому, Мейсон. Мне надоело вести с тобой вечный бой. Итак, эксперимент, в котором ты сегодня примешь участие, нацелен на оценку физического состояния человека после принятия определенного химического вещества. Надеюсь, ты не собираешься подсунуть мне ЛСД? Нет. Уверяю тебя, что это вполне безопасно. Ой, Джеффри, может тебе следует... Процесс полностью под контролем. А контролер ты? Ты готова приступить? Что значит, готова ли я? Ты говоришь, как ученый в плохом фильме. Если ты не будешь относиться к этому серьезно, я советую тебе отказаться. Я буду относиться к этому серьезно, если ты будешь говорить со мной, как Джеффри. Ведь я знаю тебя. Келли, оставь наши отношения. Я думаю, ты немного опоздал со своим предложением. Или ты принял некое химическое вещество, которое ухудшило твою память? Очень остроумно. Джеффри, мы с тобой были очень близки. Я не могу об этом забыть. Пожалуйста, сконцентрируйся и соберись. Пора перейти к делу. Прекрасно. Фрэнки и Джонни друг друга любили. И звезды их клятвам свидетели были. Кончай петь и садись. Как, тебе не нравится эта песенка? Я могу спеть другую, выбирай. Сядь. Что за песня ты откопала? Голос у тебя лучше при ларингите. Ну, что ты ко мне сегодня цепляешься? Если ты не хочешь, чтобы я приходила сюда, так и скажи. Я не хочу с тобой ссориться. У меня в голове вертятся кое-какие мысли. Ты даже не подозреваешь, какие. Ты скажи, и я буду знать. Я благодарный слушатель. Правда. Приступим. Я хочу, чтобы ты выпила это, а потом разыграла ситуацию, которая может возникнуть во время езды на автомобиле. Что это? Лиски. Тогда я не могу. Почему? Я не пью за рулем. Но ты не сядешь за руль. Это моделирование ситуации. Джулия вынуждена была припугнуть его. Мэйсон заслужил это. Надеюсь, это не повлияет на их взаимоотношения. Вряд ли они от этого станут со временем теплее. Спасибо. Им придется вместе работать. Ей-то не нужно. Сегодня дружим, а завтра нет. Я бы не стал беспокоиться насчет Джулии. Она сильная. Она одинока. Ей нужны друзья. Понимаю. Поэтому я рад, что она поселилась рядом со мной. Так нам будет легче помочь ей, если понадобится. Ты же знаешь, как она бережет свою независимость. Просто удивительно. Она собирается сама воспитывать своего ребенка. Это ее выбор. И правильно. Что значит правильно? Мы же не знаем, кто отец. Может, она и не хотела ребенка. Возможно, этот человек женат. Мы же не знаем. Джулия может сказать, что именно этого она и хотела. Хотя на самом деле это может быть не так. У нас есть еще одна головная боль. Какая? Мэйсон сейчас действительно очень сердит на нее. Возможно, ему не очень понравится наше горячее участие в судьбе Джулии. Ему придется смириться. Я не намерена менять стиль жизни или выбирать друзей по прихоти Мэйсона. Мне нравится твоя горячность. По-моему, единственный способ разрядить обстановку, это доказать невиновность Джейка и побыстрее. Есть идеи? Да, конечно. Над одной из них я намерен поработать прямо сейчас, если ты не против. Эй, приятель. Брик здесь? Пока нет, он будет позже. А. Скажи-ка, тебе эта штука знакома? Это охотничий нож. Таких полным-полно. А ты не знаешь, у кого такой есть? Да у многих. Вот у Брика, например. Газ таким на кухне орудует. Ребята на конюшнях такие любят. Да? Знаешь, тут один чудак такую игрушку в сапоге носит. И кто же это? Да ты его знаешь. У него еще проблемы какие-то были. Он работает в конюшнях у Эбернати. Его зовут Джейк. Его зовут Джейк. Мэйсон. Мэйсон, я не могу. Я не могу оставаться здесь. Просто не могу. Успокойся. Я пыталась переставить мебель. Тебе не понравилось. Я вернула все на прежние места. А вот вчерашний вечер не забыть. Виктория, если ты не хочешь оставаться здесь, можем уехать прямо сейчас. Поживем у отца. Нет, туда я тоже не хочу. Хорошо, мы поедем в гостиницу. Куда хочешь. Бесполезно. Это засело в моей голове. Все будет хорошо. Я хочу, чтобы ты чувствовала себя в безопасности. Я помню, как металась Хейли в ту ночь, когда это случилось. Она была похожа на затравленного зверька. Теперь я понимаю, каково ей пришлось. Теперь мне знакомо это чувство. Может, лучше не думать об этом? Я хочу поговорить с ней. Именно с Хейли. Сейчас? Да. Виктория, я не думаю, что это поможет. Это только всколыхнет. Неприятные воспоминания у вас обеих не стоит, мне кажется. Не надо. Боже, Кейта, давай все в подробностях. Ты не хочешь ничего слушать, как права Хейли. Никто не понимает моего состояния. Но мне ведь тоже не сладко. Конечно, я не пережил этого ужаса. Но я клянусь тебе, что Джейк Мортон за свои дела получит сполна. ЗВОНОК В ДВЕРЬ К тому же, даже если отпечатки не совпадут, то это не снимает с него подозрения относительно Хейли. Ты думаешь, это один и тот же человек, в обоих случаях фигурирует наволочкой нож? Это крепкое звено. Кто знает, может, кто-то воспользовался информацией из газет? Возможно. Я знаю, что скажу некое-то странное, но для Джейка было бы лучше, если бы его не выпускали под залог. Да, как ни печально. Спасибо, что ты мне доверяешь. Ты всегда будешь моим главным доверенным лицом. Я все время думаю, не пора ли нам затянуть узел? До каких пор желание быть вместе, будет оставаться только желание. Мне нравится ход твоих мыслей. Серьезно? Вот и хорошо. Потому что у меня возникла еще одна идея, и ты должна ее оценить. Поняла, о чем я? Поняла. Итак, если встречная машина несется прямо на тебя, что ты будешь делать в первую очередь? Уворачиваться, сбрасывать скорость или тормозить? Или все одновременно? Уворачиваться, тормозить, сбрасывать скорость, уворачиваться. Прекрасно, но ты должна была нажать кнопку один. Ты забыла? Да нет же, конечно, я помню. Где она тут у нас? Вот, я нажала кнопку, ты доволен? Главное, ты довольна. Теперь второй заход. Погоди, Джеффри, я предупреждала доктора Николаса, что заранее отказываюсь от специфических... Биски, вторая порция. Ну ладно, возражения снимаются. И все-таки ты не должен так со мной поступать. Это входит в программу эксперимента. У тебя довольно дурацкий эксперимент. Ну как я могу его продолжать, если ты ничего не спрашиваешь? Да, хорошо. У тебя заклинило тормоза на мокрой дороге, и машину ведет влево. Куда ты будешь выворачивать руль? Влево, вправо или прямо? Какова реакция? Классно, но ты нажала кнопку номер 5, а ответов только 3. Это значит, что я снова села в лужу? Нет, нет. Ты сердишься на меня, Джеффри. На скорости 60 миль, какое ты будешь держать расстояние до впереди идущей машины? 2, 5, 6 или 12? Извини. Ты можешь... 2, 5, 6 или 12. 2, 5, 6 или 12. А ты как думаешь? Нет уж, на это ты должна сама ответить. Ну, почему ты не хочешь мне подсказать? Что? Понятно. Первая цель эксперимента — накачать Келли виски. Вторая — избавиться от дешевого пойла. Третья — самому Джеффри насладиться видом пьяной Келли. Ты действительно думаешь, что у меня такие низменные интересы? За кого ты не принимаешь? Я жду прямого ответа. Тебе не кажется, что ты слишком умная? Ты весь эксперимент превратила в балаган. Ты невозможен. Навесил на себя тень загадочности. Ну как же я забыла? Джеффри — самый таинственный молодой человек. Мистер Икс. Тебе пора уходить. Весь вопрос в том, смогу ли я. Мне тормозить или разворачивать? Ладно, помолчи, помолчи, давай. Джеффри, ты такой загадочный. Воу! Авторы сценария — Бриджит Добсон, Джером Добсон. Режиссер — Рик Беновиц. Продюсеры — Джилл Фаренфелпс, Киллен Кент и Леонард Фрилендер. Роли озвучивали актёры Александра Кожевникова, Татьяна Иванова, Галина Чигинская, Елена Ставродина, Борис Титерин, Валерий Захарев, Олег Куликович и Станислав Концевич. Над фильмом работали Марина Андожская, Владимир Кирьянов и Владимир Голубев. Телесериал «Санта-Барбара» подготовлен к показу российской государственной компании «Русское видео».